Физкульт привет, друзья и ученики! И просто случайный зритель! Сегодня отвечаю на очередной интересный вопрос, поступивший от вас, от подписчиков. Кстати, если у вас есть интересный, интересующий вас вопрос, можете написать его мне в комментарии. Я обязательно на все вопросы отвечаю, а на некоторые, как вы видите, даже снимаю видео-ролики, видео-ответы. Вопрос звучит следующим образом. Если есть рекомендация, есть кушать часто, к примеру, 4, 5, 6 раз в день, человек спрашивает, а как это совмещать с тем, что нужно выпивать 2 литра воды минимум в сутки тому, кто тяжело тренируется или ведет тяжелый физический труд, кто активно идет по жизни. Вопрос хороший, но на самом деле простой. Перед тем, как ответить на него, напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги отдельно для мужчин, отдельно для девушек, девушек, о всех тонкостях тренинга питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. Все мы знаем, что основная рекомендация докторов это не пить после того, как вы поели от часа до полтора. На самом деле так оно и есть. И человек спрашивает, а как же тогда набирать мне два литра воды, если нужно часто кушать, то есть нужно сделать выбор между тем, пить ли достаточно или часто питаться. На самом деле это не так. Расскажу все прямо на своем примере. Я стараюсь питаться каждые три часа. Для того, чтобы уровень инсулина в организме был ровным, для того, чтобы не было пиков, скачков. Вы знаете, что инсулин это самый сильный и мощный гормон, но помимо всего именно этот гормон ответственен за то, какие питательные вещества, точнее куда направляются питательные вещества. А инсулин как транспортник, он собирает питательные вещества и везет их либо в мышечные клетки, либо в жировые, либо туда и сюда. Но нам с вами нужно, чтобы инсулин вез все питательные вещества исключительно в мышечные клетки, обделяя вниманием жировые. Это возможно, как это сделать, есть в моих статьях и очень подробно расписано в каждой из книг. Друзья, все очень просто. Смотрите, мы просыпаемся утром, смело выпиваем два стакана воды. Это уже 400 миллилитров или пол-литра. Уже с утра. Идем в туалет, делаем все, что там нужно, умываемся в том числе. Наступает время, когда живот пуст и необходимо сделать вакуум для того, чтобы наша талия была узкой, не расширялась. И после этого сделать упражнение одно на пресс, скручивание до жения. Это уже другая тема. Я ее не раз рассказывал и в видео, и в статьях. Итак, 400 миллилитров у нас есть. Мы с вами смело завтракаем. Через 2,5-3 часа необходимо поесть снова. Но смотрите, получается, что временной промежуток, даже если брать 1,5-2 часа, у нас с вами еще есть время на то, чтобы как минимум 1 раз выпить стакан воды. А то и 2. Ее пить можно за 15-20-10 минут до еды. Это очень здорово. Поэтому, если вы поели, затем прошло 1,5 часа, вы попили, и за полчаса-20 минут до еды попили еще раз, это у вас еще 200-400 миллилитров воды. И вы дальше уже можете самостоятельно все посчитать. Вы легко набираете эти 2 литра. Не говоря уже о том, что когда мы с вами тренируемся, мы можем спокойно выпить 1,5 литра воды за тренировку. Чистой воды, если вы не добавляете туда БЦА. Если у вас сложности с водой, то пейте на тренировке чистую воду. До тренинга выпивая БЦАшки своей. И после тренировки. Никаких проблем, никаких сложностей. Вы можете и должны, и пить достаточно, и часто питаться. Самое главное не есть за 2 часа до отхода ко сну. Чем старше вас возраст, тем вот это расстояние должно удлиняться до 3-4 часов. Перед сном, вечером можно и нужно пить воду. Здоровый организм так устроен, и мужской, и женский, что мочевой пузырь не будет вас будить ночью. Если вы мужчина, и вы просыпаетесь ночью от того, что хотите в туалет по-маленькому, это говорит о том, что у вас проблемы с простатой. Сразу же бегите к врачу, бегите к урологу, друзья. Не затягивайте, поверьте моему плачевному опыту. И не нужно каких-то особых условий для того, чтобы сейчас у мужчины, даже у парня появился простатит. Достаточно дышать плохим воздухом, пить плохую воду, нервничать. В принципе, на предстательную железу действует все негативное очень негативно. Поэтому я настоятельно вам рекомендую сходить к урологу и делать это как минимум один раз в год. А вообще лучше, если вам уже к 30 годам, то делать это раз в полгода. Так что, друзья, вы видите, что можно грамотно и часто питаться и пить достаточное количество воды. Надеюсь, я подробно объяснил этот вопрос и у вас, извините за тавтологию, не осталось больше вопросов. Если у вас есть, повторяются какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Не стесняйтесь, я обязательно отвечу или в комментариях, или сниму отдельный ролик. Если вам понравился данный ролик, обязательно ставьте палец вверх, напишите, что понравилось. Если не понравилось, смело ставьте дизлайк, пишите, что не понравилось. И то, и другое помогает развиваться каналу и мне делать контент более качественным, более лучшим. Все-таки канал создан не для хайпа, не для пиара, а только для того, чтобы делиться с вами накопленными знаниями практическими и тем теоретическим опытом, знаниями, которые подчерпаны за эти почти 30 лет постоянной практики. Ну что, друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что со мной всегда и помогаете развиваться мне за вашу адекватную критику и, естественно, за ваши благодарности. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Спасибо.